Всего семь недель прошло с первого занятия в рамках проекта «Волжская солнечная флотилия», а лодка юных мореплавателей уже обретает свои черты. Саров впервые участвует в детском инженерном конкурсе по постройке судов. В этом году проект получил президентский грант. На выигранные деньги организаторы и закупили детали для лодок. Теперь их как конструктор школьники собирают в разных уголках Нижегородской области, чтобы потом спустить на воду. Это сегодня самый современный инженерный конкурс для детей, который позволяет прикоснуться к науке, во-первых, а во-вторых, научиться что-то делать руками. И лодку надо построить, изучить, как это делается, а потом на этой лодке выйти на соревнования. Подробности проведения финальных заплывов рассказали представители Нижегородского детского пароходства. В рамках визита они ответили на вопросы ребят и педагогов, дали советы по подготовке к конкурсу. На заключительном этапе команды будут соревноваться в интеллектуальной викторине. Но самыми важными будут состязания на воде. На воде проводятся три соревнования. Первый – это на скорость, то есть как она быстро может двигаться. Второй – на маневренность. И третий – на выносливость. Реализацию проекта «Волжская солнечная флотилия» курирует законодательное собрание Нижегородской области. Народные избранники внимательно следят за успехами юных мореходов. Я надеюсь, что Саров так же себя хорошо покажет. Я посмотрела, какая у вас база. Но грех не участвовать с такими педагогами, с такой базой. Я думаю, что и соревских детей ждет успех. Успехов вам, дорогие друзья! В конкурсе участвуют школьники из Ветлушского, Шахунского, Таншаевского, Лысковского районов, Нижнего Новгорода. А также организаторы ожидают приезда участников из Чувашии, Владимирской области и Новосибирска. Финал состоится в середине июня в Нижнем Новгороде. Елена Грецкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.